Хорошо. У нас сегодня в операции, камера, все дела. Давай представимся. Зовут тебя? Нет, тут Александра. Фамилия. Отчество. Алька Сергеевна. Ага, кто твой руководитель? Ульяна Владимировна. Дальше возрастом я спрашиваю. Еще раз, пожалуйста. Еще раз, кто? Ульяна. Ульяна. Сексуальнее, пожалуйста. Ты гордишься всем руководителем? Это шутка. Я безумно рада, что я попала в Ульяне, честно. Но Маша… Конечное сердце? ЛАААА. ПИУ, ПИУ, ПИУ. Я сейчас очень рада. Хорошо, лет тебе полных сколько? Семнадцать. Семнадцать лет, окей. Давай еще раз, заканемся в твои цифры. Я очень люблю цифры считать в последнее время, мне это все равно нравится. Сколько каталогов ты раздала за последнюю неделю? 133. 133 каталога раздала. Сколько часов на это потратило? В день в среднем сколько тратила часов на работу, исключая время на дорогу и все остальное? Нет, 24 часа получается. Сколько? 24 часа. 24 часа ты тратила на работу? 24 часа в сумме. За неделю? Да. За неделю 24 часа потратила на работу. А это как? Ты посчитала прямо? Четыре на шесть. Ага, окей, я поняла. Хорошо. То есть ты пришла на полную занятость, работала как на частичке, при этом сделала результат приближенной к полной занятости. Ладно, пока не будем раскрывать карты. Окей, 24 часа ты работала, 133 каталога ты раздала, сумма заказов у тебя? 45. 45, если вы сейчас зачем-то. 45, по заработку это 14 с копейками. 14 с копейками, хорошо. То есть еще раз, да, ты работая как на частичной занятости, вот, сделала результат приближенной к полной занятости. И в первую неделю заработы заработала 14 косарей. Заработок сейчас у тебя какой? Напомни, 540. 520 рублей в час. Вот, я сегодня открывала отчеты и смотрела. 20 рублей, неважно. Вот, 14 тысяч за неделю. Договор у нас заключен на 5 недель. 5 недель. Ну, в среднем. 35 дней в среднем, да? Окей. Хорошо, но не в среднем, а так и есть. Вот смотри, ты за первый день заработал 14 тысяч рублей. А 14 на 5 умножить, это сколько будет? Шесть. Семьдесят. Семьдесят. То есть, еще раз, давайте с самого. Ты работая по 4 часа в день, сделала результат почти как на полной занятости. Заработала 14 тысяч за неделю. А если так делать каждую неделю, Не дай Бог, не лучше. Получается, это семьи с писали. Не дай Бог, не больше. Получается, это семьи с писали. Ага, получается, это семьи с писали. Хорошо. Окей. Ладно, ну рассказывай, зачем тебе оно все понадобилось там? Зачем? Деньги? А на что? Нет, я понимаю, что все сюда приходили ради денег. Это понятное дело. Вот. Но за деньгами что-то там стоит, нет? Почему вот ты пошла, вот сделал, всем деньги нужны, знаешь, Но никто что-то заказ-то не собрал, а в какую сумму? Ну, на самом деле, я сама до сих пор не осознаю фактически всего вот этого. Может быть, это придет лечь через пятьдесят. А, тебе? Если я доживу, я во сне. Это сон! Типа, я в шоке, то есть я просто по факту делала то, что нужно, плакалась Ульяне, что я встала. И потом по итогу я считаю, я звоню Игорь, Ульяна, типа такие цифры, меня трясет. Типа, она говорит, умничка, умничка. И по итогу, то есть мы пришли к такой действительно цифре знаменательной, сорок пять тысяч. Ну, я уже не почему-то знаю. Ну, типа, это достойный результат. Но пришла я сюда ради того, чтобы еще раз покорить свою мать. Показать, что действительно я целеустремленная, я готова добиваться больше вершин, даже больше намеченных целей, заработать себе на учебу и на педы. Да, все нормально. Окей, хорошо. Хорошо, я думаю, что у тебя все получится. Давай мне общие картинки. Тебе 17 лет, я сказала, ты сейчас будешь покупать в универт, да? Вот, какие планы на будущее? Как планируешь связать всю эту историю с нашей деятельностью, с твоей деятельностью с клиентской базой? И платушкой. Каждый день у меня все больше уговаривает, фактически остаться всеми действиями. Но, в принципе, я думаю, что пару покажу больше. Не было такого. Ну, в общем, пока, в принципе, чем больше я узнаю эту систему, собственно, можно работать с клиентской базой. И в хорошую учебу, я думаю, что в принципе, это возможно будет совместить. Но если это будет невозможность совместить, то тогда попрощаюсь. Кем ты себя здесь видишь через год? Следующим летом. Ты вопросу, стану, если я здесь водить через год, так как? Следующим летом. Ну ладно, вопрос, точнее, а ты прегнавируем. Ну ладно, управляешь еще там. Хорошо. Артем Андреевич, камеру на вас записывай, да? Ну да. Все, хорошо. Ты большая молодец. У тебя действительно очень сильный результат. Насчет учебы не переживай. Мы с этим разберемся, решим. Я сама проходила 18 лет. Я прекрасно понимаю, что это такое. Ульяна заберет твой фестиваль из универа. Нет, 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 мы так не будем делать. Мы будем учиться до конца, до магистра. Еще, знаете, хочется отметить, что, может, простенький, ты будешь смотреть это видео, проходит, чтобы разброшу благодарность за тебя такую дисциплинированную, ответственную. Потому что, ну, не у всех есть в таком возрасте момент, что вот они поставили себе цель, и они идут к этой цели, несмотря ни на что. Понимаешь? Вот. У тебя чувствуется вот эта вот дисциплина, ответственность. И самое прикольное, интересное, что ты кайфуешь как будто бы от этого. Да, конечно, были всякие моменты там различные. Да, в первом милле ровно это абсолютно нормально, потом это все уйдет. Вот. В общем, я тебя поздравляю с новым званием. Теперь ты у нас инструктор или по-другому помощник руководителя. Тебя ждет неописудно будущее здесь. Вот. С каждым днем ты будешь все больше и больше узнавать сути активсел-групп. Вот. Потому что то, чем ты сейчас занимаешься с каталогами, с продажами, с клиентами, это всего лишь вершина айсберга. Вот. А скоро ты узнаешь уже, что вот есть там внутри. Вот. Я тебе собрекотала небольшой презент. Так. Самое интересное. Ага. У нас появился много любимчиков. Небольшой презент? Да. Это всего лишь парфюм. Да. Хочу отметить, что это женский парфюм. А, спасибо. Он приятного фиолетового цвета. Вот. А самое классное, что он супер-смузинный. И очень легко заказывают люди, потому что на него не существует тестера вообще. То есть его как-то, ну, нигде не достать, все остальное. Вот. И у тебя единственный в этом офисе, вот. Я не уверен, что если во всем Питере, тем, кто там, дамочкам, да, занимается этой штукой, есть такой парфюм. Будет такой парфюм. Ты можешь им пользоваться как угодно. Ты можешь пользоваться им сама. Продать. Можешь продать. Вот. Можешь пользоваться им сама еще и показывать клиентам. Потому что я не помню, чтобы за последнее время у кого-то вообще такие парфюмы заказывали. Ну, тестер нет, у тебя получается есть. Вот. Держи. Это, если что, на мой парфюм, да, пользуюсь. Надеюсь, что я его пыталась с ароматом. Вот. Ну, короче, дальше больше. Да. Чаще. Открывай руки.